Друзья, привет! Мы находимся в компании MassMotors, меня зовут Влад и сегодня для вас новый кроссовер от компании Chang'an, Chang'an CS35. Этот компакт кроссовер китайцы тестировали в самых жестких условиях до момента продажи этого автомобиля на территории России. Продается он, кстати, с 2014 года и за все это время успел уже произойти небольшой рестайлинг. Компакт кроссовер имеет свои определенные плюсы в городских условиях эксплуатации. Это высокий клиренс, это своя компактность и минимальный расход топлива. Первое, на что обращаем внимание, когда садимся в эту машину, так это сам руль. Имеет он очень интересный такой дизайн, красивый. Руль он кожаный, как я раньше говорил. И что самое интересное, по бокам у нас перферированная кожа стоит. Китайцы молодцы, сделали, наверное, для того, чтобы не потели руки. Что немаловажно, вот мне самому лично понравилось, так это насколько легко крутится руль. У нас тут установлен электроусилитель и независимо от того, на скорости мы либо стоим на месте, руль крутится очень легко. Причем нет ощущения ватности, когда передвигаешься на автомобиле, нажимаешь на разгон, руль, такое ощущение, как будто наливается. Все больше и больше, тверже и тверже становится. И это немаловажно. Не приходится ее ловить каждый раз на дороге. Подвеска тут жестковатая, на самом деле. Но за счет своей жестковатости машина очень устойчива на дороге. Задняя часть машины имеет достаточно крутые формы, то есть сразу обрезанность. За счет вот этого в зеркале заднего вида очень хорошо можно понять, насколько далеко или близко находится преграда. Разгон машины составляет около 13 секунд. 113 лошадей для города вполне хватает. Тем более двигатель работает в паре с японской коробкой. Четырехстепенчатый у нас тут i-Sync, кстати, установлен. Достаточно надежная коробка. Приезжали люди на ТО с пробегом по 150 тысяч, никто не жаловался. Под капотом этой машины у нас прячется двигатель объемом 1.6, который выдает 113 лошадиных сил. Двигатель собственной разработки. Простой атмосферный двигатель с цепным приводом. Подкапотное пространство достаточно широкое. Открывая капот, сразу обращаем внимание на шумоизоляцию, которая установлена под капотом. Также стоит шумоизоляция между моторным отсеком и самим салоном. Сбоку автомобиля обращаем внимание сразу на 17-е диски, низкопрофильную резину. Также непокрашенный черный пластик вокруг машины. В задней части машины также установлен значок Ченган. На крыше машины видим штатные рейлинги, которые установлены, и плавник за место антенны. В городских условиях двигателя вполне хватает. 113 лошадей разгоняет машину неплохо, коробка переключает быстро. Единственное, слышно шум мотора в салоне. Это проблема всех китайцев. Шумоизоляция, конечно, не на высоком уровне, но сравнительно лучше, чем с тем же LeFan, например, до X60, который есть. Выехали на трассу. Единственный нюанс, который я ощущаю, это при резких поворотах машина имеет небольшой крен. Посадка высокая. Неровности в дороге впереди, которую вы будете встречать, однозначно вас не будут пугать, потому что тут высокая подвеска. Также, плюс ко всему, на этой машине заехать и припарковаться во дворе, например, заехать на бордюрчик проблем не составит. Хотелось бы как плюс отметить расход топлива этой машины. При спокойной езде, машина потребляет 92-й бензин, кстати, и при спокойной езде спокойно можно уложиться в 6-7 литров расхода. Это очень достойно для компакт-кроссовера. Двигатель у нас тут с большим ресурсом. Он, во-первых, тут цепной привод двигателя стоит. Во-вторых, он простой атмосферник, без каких-либо турбин, что однозначно придает ему надежность. Из счастливых владельцев Чингана 35-го многие говорят, что этой машине не хватает полного привода. Но извините, добавление полного привода тут подразумевает однозначно и замену самого двигателя, потому что 113 лошадиных сил на полном приводе машина просто-напросто не поедет. Объем основного багажника составляет у нас с вами 370 литров. На взгляд, не такой уж и большой багажник, но мы легко можем с вами сложить сиденье, в итоге чего получаем 1000 литров багажника. Также в багажнике можем обратить внимание на освещение. Тут у нас стоит 12-вольтовая розетка установлена и небольшой кармашек сбоку. Пальш-пол под собой скрывает очень много органайзеров. Сюда можно положить разные мелочи, которые мешаются в основном багажнике. Также тут у нас стоит установлен домкрат, баллонный ключ, буксирующий крюк. Ниже этой части у нас установлено полноразмерное запасное колесо на обычной штамповке. Машина у нас представлена в комплектации «Комфорт». На автомате у нас есть две комплектации. Это комплектация «Комфорт» и комплектация «Люкс». Отличаются они между собой одним опцией – это кожаный салон. Все остальные опции остаются одинаково, что в «Люксе», что в «Комфорте». Что мы получаем тут? Тут мы имеем кожаный руль. Очень, кстати, удобный руль на самом деле. Обхват руля очень правильно расположен. На руле у нас тут представлены кнопочки управления бортовым компьютером, управления музыкой и управления круиз-контролем. С левой части от водителя тут у нас установлены кнопочки регулировки зеркал. Зеркала у нас тут с электроскладыванием и электроприводом. Также в 35-м «Чангане» есть такая интересная функция, как система слежения за усталостью водителя или проще, система «выпей кофе» называется. При включении этой системы машина сама понимает, когда водитель начинает делать более плавные движения рулем, начинает издавать звуковой сигнал о том, что вам пора остановиться и выпить кофе. Щиток приборов автомобиля достаточно информативный. Мы имеем с вами тут два колодца. С левой стороны указание оборотов двигателя, с правой стороны указание скорости. Выше два маленьких колодца, где показывают уровень топлива и температуру двигателя. Посередине между ними бортовой компьютер. Штатная оригинальная музыка у нас у «Чангана» имеет обычный монохромный дисплейчик. Но его всегда можно поменять на большую мультимедийную систему, куда добавляется камера заднего вида, навигационная система и куча разных функций. Очень прикольный дизайн самой центральной консоли. То есть посередине все идет черный, по бокам у нас такие серебристые вставки идут. На мой взгляд, смотрится очень интересно. Ниже у нас климатическая система. Климатическая система достаточно простая. Регулируется она большими крупными кнопками и имеет полностью все возможные варианты обдува. Первый плюс – это расход топлива и потребление 92-го бензина. Второй плюс – это просторность салона в данном классе. Машина имеет очень просторный салон, очень удобную посадку. Тут высокий потолок. Сзади места осталось немало за мной. Хотя я человек не маленький. Но задние пассажиры однозначно будут ощущать дискомфорт как раз за счет наклонности задней спинки. Она не регулируется, она имеет одно положение. И, по мнению многих людей, она слишком высоко стоит. Хотел еще рассказать по поводу небольшого рестайлинга, который произошел у 35-го Ченгана. В 2014 году, когда они вышли на наш рынок, продавались еще китайские сборки. Там были у нас всего лишь две комплектации. Это комплектация на автомате самая максимальная, с кожаным салоном. В то время еще был люк у этих машинок. Это одна комплектация. Вторая, это была самая пустая комплектация комфорт. Ни мультируля там не было, ни электроскладывания зеркал. На механической коробке. Сейчас эта машина выпускается в четырех комплектациях. Комплектация люкс комфорт. На механической и на автоматической коробке передач. Мне самому машина очень нравится. Она резко реагирует на нажатие педали газа. Машина очень хорошо тормозит. Коробка переключает идеально. Коробке вопросов никаких нет. Как по мне, этого двигателя вполне хватает. Машина не настроена для серьезных гонок или быстрых разгонов. Эта машина больше подойдет маленькой семье, которая захочет сесть, поехать в дальнее какое-то путешествие. И тем самым потратить не такие уж и большие суммы на это все. Как вы обратили внимание, 35-й Ченган имеет очень интересный красивый дизайн. А также это простая машина в своем оснащении, что скажется в дальнейшем на своей эксплуатации. Если вы хотите поближе с ней ознакомиться, мы ждем вас на Варшавском шоссе 132А, корпус 1, автосалон Масс Моторс. А я с вами прощаюсь, друзья. До новых встреч. Ждем вас по адресу. Город Москва, улица Варшавское шоссе, дом 132А, корпус 1. Все подробности на нашем сайте www.massmotors.ru или по телефону 8 800 2000 ровно 132. Продолжение следует...